Видите, что я вам говорил в прошлом обзоре? Я сказал, что Фредди был первой дозой, приводящей к пинхеду, и вот я здесь. Говорю о восставшем из ада. У меня закончились фильмы о Фредди, о которых можно поговорить, так что, надеюсь, эта дурь того стоит. Там целый десяток фильмов, другими словами, я на крэке. А теперь внимание, потому что я сомневаюсь, что кто-то из вас действительно слышал о фильмах восставшей из ада. Так вот, что я доложу. Это определенно станет для вас событием. Например, знаете ли вы, что сценарист и режиссер Клайв Баркер – широко известный маэстро жанра хоррор? А в основу фильма легла его повесть «Адское сердце». Ложь! Это книга, по которой сняли «Апокалипсис сегодня», это знает каждый. Продюсер Кристофер Фигг, студия New World Pictures. Клайв Баркер взвалил на себя обязанности режиссера после того, как был крайне разочарован предыдущими экранизациями своих работ. Исследователи получились совсем не похожими на повелителя иллюзий. Фильм снимался под рабочим названием «Садомазохисты из загробного мира» и явно как возможное продолжение сексуально озабоченных пылесосальщиков с Марса. Фильм является собой очень простую историю о мужике по имени Фрэнк, которого освежевали, как только он открыл шкатулку-головоломку. И теперь его бывшая Джулия, в исполнении Клэр Хиггинс, вынуждена приводить к нему жертв, чтобы восстановить плоть, отнятую синобитами, адскими теологами Ордена Раны. Это слишком заумно. Вернитесь к фильмам про убийц с электродрелью, убивающих девушек, резвящихся на ночных вечеринках. Безусловным открытием сериала стал Пинхед в исполнении Дага Брэдли, указанный в титрах как «Главный синобит». До этого он успел сменить несколько имен. Он был большим шемпом, потом оболочкой, и лишь после этого стал Пинхедом. Критики утверждают, что это замечательный фильм, но оценка Эберта в «Половину звезды» означает, что я его возненавижу. Хотя кое-кто считает, что это самый лучший хоррор из когда-либо снятых в Британии. Это они еще не видели «Маленькую принцессу». Но определяющей является цитата Стивена Кинга, который сказал, что увидел будущее жанра ужасов, и имя ему «Клайв Баркер». Да, но то же самое он говорил про рекламу салатов от Макдональдс. Эта цитата даже была помещена на главный постер, на котором Пинхед изображен празднующим свой день рождения. Думаю, что уже можно начать смотреть первый фильм, убивая время в ожидании выхода Пинхеда в открытый космос. Почему здесь написано «Представляем Эшли Лоуренс». Вообще-то, я ее уже видел во множестве других фильмов. Затем музыка Кристофера Янга заставляет меня подпрыгнуть. Это похоже на вступительные титры «Города ветров», только с намеком на то, что здесь что-то произойдет. Фантастика! Теперь я знаю, что в головоломке. Это титры с режиссером. Что вам угодно, мистер Коттон? Шкатулка! Папочка отнесет шкатулку домой, чтобы отвлечь Билли от гремлинов. Это Фрэнк, у которого полно плохих идей. Я знаю, ты мог подумать, что открыв шкатулку, ты превратишься в карателя. Но ты правда пожалеешь, когда твой страх перед острыми предметами проявится. Головоломка кажется не такой уж и сложной. Она как будто решается сама собой. Я ценю то, что эта серия начинается с культа шипа. После этого они решили, что кубик Рубик лучше не собирать, дабы не обрекать себя на вечные пытки. Хуже того, открывая шкатулку, вы сеете беспорядок в собственном доме. Гораздо проще зацепить крюком свою челюсть, чем все это убрать. Даже не просите меня начать с этой комнаты. Какое-то время здесь будет пахнуть вкусной тушеной свининой, а потом можно будет просто вымести личинки. А вот и он, альбинос черный от ярости. То есть пинхэт. То есть главный синобит. Прекрасный день для переезда в такое место. Это Ларри и Джулия. К счастью, они переехали уже после того, как выветрились все ароматы рубленного лица. Вы знаете, что с домом что-то не так. Но испытываете облегчение, когда появляется скорпион из грязного Гарри. Видали? Что я говорил? Личинки? А, ну это еще ничего по сравнению с этой бойней. У нас все получится. У меня потрясающая работа. А ты будешь вести хозяйство? Конечно, я могу ошибаться, но у меня смутное подозрение, что Эндрю Робинсон играет Джерри из Отчима. Какое ужасное место. Мы что, заказали матрасы для сквотеров-близнецов? А теперь завязка. Итак, Ларри – брат Фрэнка. И после того, как Ларри женился на Джулии, у них с Фрэнком случился страстный роман. А потом его искром сали синобиты. У-у-у, для 80-х это была стандартная жизненная ситуация. Она все еще скучает по нему, хотя и вспоминает те времена, когда Фрэнк был Кори Хартом. Это место – настоящая свалка. Итак, почему нет? Здорово. Точно такой же разговор был у меня с женой, когда мы решали, стоит ли смотреть в четверг вечером «Хроники хищных городов». Эта сцена дает Ларри шанс воспроизвести свой любимый эпизод из «Друзей». Толкай! Толкаю! Все обожают переезды. Пивка не найдется? В холодильнике что-то было. Ну? Почему бы мне не принести? От меня тут все равно мало толку. Их пассивно-агрессивные любовные игры всегда заканчиваются саркастическими замечаниями по поводу гениталий друг друга. Тем временем дочь Ларри Керски отправляется в Чернобыль, чтобы выяснить, откуда взялись синобиты. Все, что вам нужно было сделать, чтобы Амитивильский дом стал более презентабельным, это убрать грязные безумные штуки, которыми монахи не пугали детей, и еще нанять другую бригаду грузчиков. Эт, ваша дочь? Ага. Она вся в мать. Ее мать мертва. Так вот почему я так возбужден, братан. Интересная постановка всегда нуждается в большом количестве мелодраматичных флешбеков. Я могу войти. Я могу войти. И зачем я так часто смотрел порнуху Троянский конь? Джулия никогда не выглядела сексуальнее, чем после того, как пришла в салон и заказала прическу под рода Стюарта. Но этим двоим я бы не доверял. Вы знаете, им просто нужен один денек в СПА. У нее с Фрэнком сильное желание стать следующими Люком и Лорой. А как же Ларри? Забудь о нем. Для фильма, который начался с разрывания плоти, ситуация быстро накаляется. Особенно с порезами. Пока Ларри таскает ебучий матрас, Джулия вспоминает, что он так сильно ее гладит, что скоро образуются мозоли. Успокойся. Просто успокойся. Не знаю, как это прозвучит, но кровь явно переигрывает. Но учитывая самоочищаемость дома, они получили предложение лучше, чем предполагали. Хотя к этим калифорнийским землетрясениям никогда не привыкнешь. Не знаю, как вам это сказать, но я думаю, что у вашего дома больное сердце. Или рак костей. Даже крысы хотят убраться отсюда, что напомнило мне то, когда вызываешь дезинсектора. Крыс заманивают на чердак, потому что именно оттуда исходит отчетливый запах сырых костей. И все это происходит вдали от скучной беседы за ужином. И вот она со всей деликатностью и состраданием Йозефа Менгеле предлагает мне зашить руку. Я, конечно, отказываюсь. Я ужасно напуган. Пап, перестань поминать Менгеле в суе. И это не самая неловкая вещь, которая случается. Хорош. Все, мне хватит, я встать не смогу. Тогда просто ляжешь. Да, устрой моей дочери пьяный трах. О, старый пыльный чердак, вероятно, предпочтительнее разговоров о Менгеле и пьяного флирта. А вот и Фрэнк, бескожный сквотер. Я сказал, не смотри. Помоги. Кожа Фрэнка, может быть, и исчезла, но драматические нотки в его репликах не изменились. Его кровь на полу вернула меня назад. Не вижу причин в этом сомневаться. Для таких случаев и существует страхование арендаторов. Я отчетливо помню, что у Фрэнка было гораздо больше кожи, но еще я помню, что он был садомазохистским ублюдком, постоянно сдирающим кожу с пениса. Фрэнку нужно больше плоти и крови, чтобы вернуть облик. И это заставляет Джулию вступить на путь зла. Привет. Обязательно каждый раз меня снимать, словно сучку из династии. А что захватывающего происходит у Ларри? Вы знаете, этому браку определенно нужен зомби без кожи на чердаке, жаждущий человеческой плоти. Ну ладно, я приведу тебе больше жертв, несмотря на то, что здесь пахнет как набойня, на которой разделывает анусы, но будет только хуже. Тем временем, в клипе группы My Chemical Romance, Керсти нуждается в зажигательных сценах сновидений с Фредди. Здесь простыни будут испачканы в крови, несмотря ни на что. Я бы предположил, что все это происходит в одном доме. Но она звонит отцу. Милая, я в порядке. Я просто хотел убедиться, что все нормально. Лучше не бывает. Пап, заканчивай пьяную болтовню. И почему здесь пахнет так, как будто кто-то готовит рагу из креветок? О, прости, Фрэнк. Самое главное здесь то, что чем дольше вы проведете в 87-м году, тем сильнее превратитесь в Эмми Ленокс. Сэр, вам не кажется, что это слишком хорошо, чтобы быть правдой? А, к черту все, она убийственно красива. Оно того стоит. Оторванная плоть ради удовлетворения низменных потребностей. Хорошие новости, у нас появилось немножко кожи. Но плохие новости лысина на его башке. Это просто боль. Вот настоящий ужас Фрэнка. Вот и славненько. Какой отвратительный ракурс. Мне больнее, чем когда я посыпал соль на свои открытые раны. Джулия устала от того, что все, кого она приводит домой, имеют фетиш Джоан Коллинз. Оно того стоило. Фрэнк, я бы посоветовал тебе не стоять под прямыми солнечными лучами. Видишь? Это снова делает меня целым. Ну да, с голосом сработало. Сработает и на теле. Это самый сексуальный роман. Со времен клипа рок-диджей Робби Уильямса отсутствие кожи никогда не было таким сексуально привлекательным. Это что? Смесь вампиров-лесбиянок и Дэвида Боуи далек от уровня сексуальности и голода. Возьми меня сейчас, Фрэнк. Ты знаешь, как я люблю запах свеженарезанного лосося. М-м-м, на вкус как мини-хот-доги. Давай окунем их во что-то кисло-сладкое. Ну ладно, мы совсем забыли о Кёрсте. Что вы здесь делаете? Повторяю последний раз, Роб Зомби, ты не будешь снимать ремейк этого фильма. И перестань дразнить наших игуан. Но кожа Фрэнка все не улучшается. Наверное, потому что все жертвы лысые. Ну здорово, тогда я пошел. Да, но Джулия по-прежнему так сексуальна, что оно того стоит. Если повезет, то с каждой новой жертвой Джулия все ближе к своему истинному облику. Сигурни Уивер из «Деловой девушки». А Фрэнк к своей настоящей форме красного черепа. Ты обещал мне все объяснить. Я видел около 500 подобных фильмов. И никто никогда никому такого не обещал. Возможно, вам стоит решить один вопрос до окончания съемок. Вы вообще видели свой счет за химчистку? Я посмотрел уже половину фильма, и где, черт возьми, тыквоголовый? Слава богу, он помнит про их годовщину. Это открывает двери. Какие еще двери? Это дверная ручка. На случай, если он вдруг захочет вспомнить, каким красивым был с кожей... Синобиты дали мне запредельный опыт познания, боли и удовольствия. Да, они научили его дрочить с веревкой на шее. Самое неприятное в этом месте то, что там очень холодно. Ладно, спасибо, Фрэнк. Не забудь рассказать об этом на вечеринке в честь рождения ребенка. Интересно, а чем занят Энди Робинсон? Какого черта? Он не смотрит фильм, а ведь он один из его главных героев. Твою мать, дорогая, ты опять держишь бескожных любовников на чердаке? Твое счастье, что ты сногсшибательно выглядишь. Все в порядке, на чердаке нет никого из Черного Рождества. Что еще хуже, Фрэнк оказывается подонком. Он очень старался мастурбировать, но быстро понял, что без кожи не получится. Боже, как жжется! Милая, ты не могла бы не думать о гниющей плоти, когда занимаешься со мной любовью? Я тебя просто не понимаю. Видите? Я знал, я знал, что втайне он Джерри Блейк. Действительно ли в каждом романе обязательно должен быть любовный треугольник? Ты не можешь любить его. Ты знаешь, что не люблю. А, Фрэнк, у тебя что-то повсюду. Какое свинство! Джулия не только изменяет папе, но и в реальности изображена на картинах Патрика Нагеля. А еще она очень круто играет. Так, она только что услышала, что играет зловещая музыка? Да, оно все еще того стоит. Господь всемогущий! О-хо, она же обещала тройничок. Нужно оказаться не в то время, не в том месте у себя дома, чтобы увидеть, как мачеха убивает кого-то ради секса. Уверен, папочка тобой гордится. Правда, красавица? Грубый дядя Фрэнк был консультантом Джеки Эрла Хейли в образе Фредди Крюгера. Ей не нужен его подарок на день рождения, но она все равно его возьмет, чтобы не казаться невежливой. Эй, мы потеряли свою религию, ты ее случайно не видела? А, ладно, забей. Вы знаете, ей нужен больничный отпуск. Ты проснулась? Ну да, здрасте, медсестра. Черт возьми, если она постоянно следит за тобой, то лучше переехать в больницу на другом конце города. Потому что по телеку крутит только Муди Блюз. Вот вам, мисс, эта шкатулка-головоломка полна отличного морфина. Только не принимайте за один раз слишком много. К сожалению, как только она ее открывает, единственное, что появляется, копия бойся своих желаний. Не говоря уже о больничных вратах в ожоговое отделение. Все это определенно включат в больничный счет. Страховка не покрывает открытие врат ада или что бы это ни было. Знаете, а может быть запертым здесь не так уж и плохо? Приятно не иметь дело с персонажами Дюны. Но, к сожалению, здесь есть Сенобиты. Замерзающий брат монстра из дома на краю кладбища. А также призрак старого блюзмена. И, наконец, мы можем услышать легендарный, угрожающий голос Дага Брэдли в роли Пинхеда. Я разорву твою душу на части. Черт возьми, я припоминаю, что его голос был страшнее, чем это. Давай попробуем еще раз. Кто вы? Ты узнаешь о других местах и испытаешь безграничное страдание. Уже лучше. Именно отсюда «Звездный путь в следующее поколение» потерял меня. Единственное, что я выношу из этого, это то, что кто-то пытается свернуть ей шею. Кристи предлагает им Фрэнка в обмен на свою жизнь. Но им действительно нужно подумать о том, чтобы предупредить клиентов о том, что произойдет при открытии шкатулки. Хотя бы упомянуть мелким шрифтом о садо-мазохизме. Кристи слишком поздно. Теперь Фрэнк обречен всю вечность трахаться пенисом своего брата. Что ж, дорогая, я ценю то, что ты не спросила меня насчет крови на моей голове. Уверяю, я не злой. Он был безумен, детка. Бешеного пса нужно было избавить от страданий. О, здорово, папа опять скорпион. А еще мы решили превратить дом в коптильню. Тебе отрезать кусочек? У нас уже есть постоянные клиенты. Нам нужен тот, кто это сделал. Тебе нужен Боб Кин и его команда? Да запросто. Фильм начинает убивать своих героев. Нет, только не самый сексуальный и кровожадный прелюбодей, который когда-либо жил и даже не прибирался в своем доме. А, вот почему оборачивались монахини. После всего этого иметь дело с грубыми посетителями зоомагазина будет проще простого. И я снова ценю то, что это альтернативная вселенная, в которой Энди Робинсон был Терри О'Куином. Что я хочу увидеть, так это рождественскую песню синобитов. Даже не знаю почему. Я делаю так, чтобы ни один покинувший дэт-метал группу не остался безнаказанным. Так говорил Эрик Холмберг в документальном фильме «Колокола ада». Эта группа хотя бы верно цитирует Священное Писание. Иисус заплакал. Что? Замучила изжога? Возможно, это конец Фрэнка, но Келли Престон из поля битвы «Земля» пока не отпускает Кристи. Осталось еще 10 минут, а шкатулка нам еще понадобится для надвигающихся продолжений. Другая сторона, которую мы можем тебе показать. Действительно, во второй части будет несколько потрясающих спецэффектов. Пора сворачиваться, так что давай обратно в шкатулку. И больше мы их не видели и не слышали со дня бракосочетания замерзшего. А тебе пора отправляться в Ирак, тварина. Эта адская шкатулка больше никогда не попадет в Хэппи Мил. Ну, то есть, так должно было и случиться. Не появись тут, Честер Эй, бомж. Да дам я тебе мелочь. Просто кинь это дерьмо обратно в костер. И я уверен, что летающий адский зверь мог бы найти этому применение. И тогда шкатулка вернется в начале «Гремлинов». Чтобы... Стойте, я снова путаю фильмы 80-х. Естественно, фильм имел такой успех, что в течение более 10 лет в разработке находился его ремейк. Версии Клайва Баркера, Тодда Фармера, Патрика Люсьея, Джулиана Мари и Александра Бустильо были отклонены студией, пытавшейся достичь более мягкого рейтинга PG-13. Некоторых режиссеров, «Восставший из ада» вынуждал уйти из профессии. О, а почему вы ушли из проекта? Фильм что, получился таким жалким? Но зачем говорить о ремейке, который, возможно, никогда не состоится, когда у нас куча сиквелов? И первый из них, «Восставший из ада 2», был выпущен спустя всего год после выхода первого «Восставшего из ада». И лучше бы какому-то из этих фильмов быть боепиком группы Моторхед, потому что зачем тогда называть свой фильм в честь их песни? Хочешь печеньку, малышка? Хочешь печеньку, малышка?